Добро пожаловать в Молдову! Пов ты, Мария, Молдова! Доброго дня, Украина! Смачного Украина! Так, мы сегодня чуть похулиганили? Ну да, как всегда, хулиганили. Мы поджарили котлетосы, сделали свежак борщанский, ну там, сальцы пошинковали, все остальное. Так что, желаю всей нашей стране Молдове приятного аппетита! Пов ты, Мария! Всей Украине смачного, как всегда! Но я хотел сегодня еще и похулиганить, окроме кулинарии. Ну, взять покурить и уронить окурок в любое топливо. Тизельное, бензин, масло, масло. Но не сегодня, потому что себя кулинарием. Завтра! Ну, потому что непонятно. Москва, БК взорвалось, курили. Вчера в Крыму аэродром военный взорвался, курили. Ну, нельзя совмещать кулинарию и хулиганею. Завтра похулиганим. Возьмем разные виды топлива. Бензин, соляру, там, что у нас там в гараже есть. И попробуем окурки кидать. Это ж, насколько нужно так покурить? Я не знаю. Наверное, Россию погубит курение. Путин? Или все-таки Украина? Хай! Все будьте здоровы, все будут добрые. Так что, сейчас будем пробовать, что мы сделали. Каждый раз, когда готовлю вот это. Ну, любое блюдо, когда военный готовит, это не секрет. Это каждый раз все по-новому. Будьте все здоровы. Это бонус, потому что сделал дело, гуляя смело. Там мне один раз посвящая девочка написала. Кучер, ешь бицепт? Нет, я не бицепт. Я веду очень такой спортивный образ жизни, потому что все нужно быть ушки на макушке. Чекать, кто где ходит, тем, что говорит. Потому что бицепт, ну, алкаш, он овощ. Я не овощ. И, как всегда говорю, радость нужно употреблять в меру все. Кофе, мясо, женщин. Все. Тогда все будет хорошо. Ты будь добрый. Так. Борщанские у меня, не знаю почему, сын любит больше, чем супы. Но. Ой. Я люблю борщи варить. Сделать зажарочку. Каждый раз говорю. Ну, люблю, чтобы он был птичненький, сладенький. Воу-воу-воу. Там реклама пошла этих. Макдональдса. Вкусные точки. Пацаны, я вам сейчас скажу, что вкусно. Вот. Вот это вкусно. Никакие там бигмаги, псевдо вкусно. Вот. Вот. Натурель продукт. Кто из наших, вот, именно в Молдавии, продавался такой хлеб в советское время, украинский, 16 копеек стоил. Я говорю еще раз. Я не акцентирую на чем-то. Там мне какой-то там умник написал у меня там часы. Ребята. У меня часы, экипировка, обувь. Все. На уровне, да. Я знаю все то, что хорошо. Если я могу себе позволить хорошую пару часов. То есть, не те пластиковые, которые там есть, а и бронебойные, да, 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 и часа, и многие другие модели. Я знаю, что бы хорошо, американская военная, да. Ну, что? Вот это хорошо. Что-то опять пишут, опять кучер бухает. Ну, за хорошим борщом, кафетосом, можно это. Вот. Вот это самый хороший бургер. Потому что тот хлеб по 16 копеек, который был у нас в Молдавии, я очень сильно любил. Он был такой кисловатый. Он был круглым, да, не таким продолговатым. Он горячий был вообще. Я до дома не доносил, ну, даже четвертинки. Так что, всем смачного. Оф-Тамария Молдова. И всем приятного аппетита тем, кто реально имеет мозги. Ну, это они знают, к кому это относится. Батюшки, все. Блин, вкус. Ммм, чеснок наш молдавский. Не турецкий, никакой. Молдавский, зеленый. Ммм. Не, сметану не буду. Не люблю. Большанский. Вкус большанска портить. Вы знаете, два года назад я начал первые свои стримы. Почему? Объясню. Пытаюсь доказать, что любой мужчина, даже военный, даже спецсора, может при желании начать уметь хорошо готовить. Было бы желание. Ммм, капец. Ммм. Потому что, когда, допустим, вторая половина, ну просто тупо, не то, что не может, не хочет готовить. Это обязанность на вас, на мужика, вы, столбы, семьи. На вас, все семья. Ммм. Да, салат копченый, да. Блажа, я вам скажу честно, советская армия, уже когда нас вывели на Дальний Восток, был в Восток, посолить. Не знаю. Ммм, аппетит. Ммм, вкусно. Либо сало было очень вкусным. Кстати, вот так вот резать сало, тоненько, меня научил Павел Примак. Мой хороший боевой товарищ, друг армейский. Но я не понимал, почему, он сказал, что тоже так вот как А4, то есть вот так, тоненько-тоненько. Почему? Потому что оно растаряется, да, на языке. Ммм, я приглядываю так вот, колбасенько-котлетосы. Так, второе бургер, да, не Макдональдс, не вкусная точка, нет. Вот это. Сейчас лежак. О, то же самое. Помните детство? Да и советское, да и наше. Ну, сейчас, не знаю, я не видел, что там бегали пацаны там с горбушкой от хлебушка. И вот так вот с котлетосом. Наши, наши дети, я, мы так бегали. Нет, пива не будем. Давайте так. Чтоб нам не говорили, что хочешь. Никогда в жизни. Поверьте мне. Я знаю меру во всем. Ну, кроме любви к своей любимой, жене, семье и близким. Вот. Когда вы еду, напитки, кушаете в радость, вот это идет на пользу. Как хорошая вода. Как хорошая пища. Так что, поверьте мне, за один день приготовить два-три блюда, это мужчине настоящему не слабо. Это нормально в кайф, в удовольствие. Потом, когда твои близкие, твоя семья это все укушает, они получают ту же самую позитивную энергетику, которую вы вложили в эту еду. Так что, я не Сталик Ханки Сиев, я там не шеф-повар, я простой вояка, который не знал до армии, как яичницу приготовить, как картошку пожарить. Армия научила, да. Потом жизнь научила, да. Смотрю, учусь, готовлю для своей семьи в радость. Так что, как всегда, ух ты, мари, смачного и нормальным, порядочным, приятного аппетита. Фарш, куриный, соль, перец, чесночок, черестеречку. Лучок не добавляю, потому что он пригорает. Ну, можно, блядь, там манечку, когда фарша мало. Ну, знаю, у меня кума добавляла пшеночку, миленькую сюда, когда тоже мяса мало. Ну, стараемся, чтобы было больше мяса. Я знаю, что те нормальные пацаны, я вам скажу честно, в одноклассниках, из тех пацанов, которые со мной служили, ни один не отписался негативно. Пишут, ну, посторонние. Там, что-то там, ВДВ, пора финиш. Но вся бригада 83-го ДШБ знает, что кучер никогда не позволял унижать, во-первых, молдаван. Никогда. Я не был там, типа, бугром. Я был нормальным пацаном. И я удивлялся, когда 8 грузин, да, в то советское время, в 89-м году, держало полторы-две тысячи человек, вот так вот, в руках. Почему вы такие крутые русские боялись 8 грузин? Это непонятно. Нет, ни дагестанцев, ни чеченцев, нет. Почему-то в то время грузины рулили. Я не могу понять. Их не было много. Но они держали целую бригаду ДШБ в руках. Я желаю, чтобы спецура, которая смотрит и в Москве, и в России, поняла, что есть разница между нами, те, кто борется с преступностью. Боролась и должна бороться. И что за одним столом с уркаганом я никогда не сяду. И не то, что за простой стол, там, на день ВДВ, на день спецназа, день ВМФ. Ни в один день я не сяду, я не буду вкушать пищу с зэком уркаганом. Потому что это две разные, ну, несопоставимые вещи, как так. Мы боремся с ними, и он не имеет такие же льготы, как и я. Никогда. Я не видел у нас в Молдове такого с 91-го года. Никогда зэки не были наравне с нами, не воевали вместе с нами. Я не видел в Украине этого. Я вижу это в России. И мне жалко, горестно, что это сейчас происходит в России. Я знаю, в России есть много хороших пацанов, реально спецура, которая сейчас почему-то молчит. Ребята, подавайте рапорта. Уходите в отставку. Увольняйтесь. Но наравне с уркой, за одним столом, это не дюжигарно, скажу так. Но есть и бини, не есть хорошо. Так что, как всегда на позитиве, это хороший кусочек сальса. Я вам желаю жизни, здоровья, мозгов. И будем жить.